Раньше я, короче, сняла гирлян, сейчас вот эти. Что-то типа значит быть порядочным. Вести себя достойно. Я казашка-турчанка, вы вынести, можете эфир вести, да. Когда выйдешь из дома в шесть или в семь, наверное, уже в семь, потому что я не успею. Пользуйся чем-то для густоты волос, нет, 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 не уходи, не подходи, это классный тренд. Как с Тэнью все хорошо? Да, у меня все хорошо. Приезжаю в чайную. А реально тоналка пользовались? Нет, не пользовалась никогда. Сейчас мы будем делать пудру, после которой все мне будут говорить, что я ее не растушевала. А так нужно, я с ним всегда чуть-чуть сижу. Что-то на женском тут, сегодня женский эфир. Пацаны, выходите. Так. Кто знает, где такую пудру в Алма-Ате купить. Она только вроде в Сифоре была. Вот где мне ее сейчас откопать. Сейчас, сейчас, мне кажется, будут заходить люди и говорить, типа, ты не растушевала что-то, что с лицом. А я каждый эфир так делаю. Бэкинг. Я немножко держу ее, чтоб получше было. Вот. Вы пудру не растушевали. Да. Макапшу, палматы там есть. Там оригинальная продукция. Вы не грустите после разрыва отношений. Нет, не грустю. У меня нормально. Видите. Там оригиналы или я заказывала в Каспии. Не, я в Каспии не буду так заказывать. Румяна. Да. Нарс румянки самые лучшие. Все. Всем пока-пока. Тут нету тона. У Салматы, да. Перманент губ не делала. Какое у вас время? Ой, 5.40. Она отказалась. Спасибо большое, но у меня все хорошо. Там очень много люксов косметики. Классные. Все хорошо. Спасибо. Как называется, пудра. Вот. Наура месье. Казашка. Казашка тучанка. В этой пудре нет. Там делится типа по типу кожи. И все. Видно, что вся косметика оригинальная и качественная. Все хорошо. Спасибо. Какого качества не любите в парнях? Много-много качеств. Тусянка по отцу. Вообще, из того, что я не люблю в парнях, это когда они, во-первых, неуверенные. Во-вторых, когда у них в голове непонятно что. В-третьих, когда они слова свои не держат. И вот как балаболы что-то обещают, обещают и этого не делают. Потом, я не люблю, когда пацаны ведут себя, знаете, как... Короче. Я не знаю, как это сказать. Ну ладно, лучше не буду говорить. Ну и в целом то, что типа, когда они ведут себя не как мужчина, а как девочки, сплетничают. Или когда вот, допустим, общаешься с пацаном, нормально все, в итоге у вас ничего типа, ну как-то вот... Ну все, переставите общаться, и он начинает всякую хрень говорить за спиной. Тут сидишь и думаешь. Зачем? Выдумывать что-то. Главное качество то, что он не богатый. Да нет, деньги на самом деле не сильно прям играют роли. Конечно, типа, если ты хочешь создавать человеком семью, то деньги важны. Потому что, ну что вы детям будете давать. А так, типа, в целом на все можно заработать вместе. Поэтому... Бэй, как долго держишь для хорошего эффекта? Минут пять. Верите слухам? Нет. Даже когда мне что-то рассказывают про какого-то человека, я до последнего не верю, пока с этим человеком сама не поговорю, не познакомлюсь. Выкладку чушком делает Селина Дайсон. И так, и так. Какие качества цените в подругах? Честность, искренность, когда есть отдача от двоих. Потом... Мне очень важно, чтобы человек был с юмором. И чтобы он понимал мои приколы. Насколько же такая чистая? Оказалось, ее такой же. Блин, честно, не знаю. У меня питание ужасное. Женская Селина Дайсон на первом месте. Да. Да, эмоциональность. Которые еще, знаете, пацаны бывают, которые блокируют это вообще. Или играют вот это горячо-холодно. Сколько лет? 18. Какая классная. Спасибо. Вы бы вышли замуж за европейца за границу. Не знаю. Да. Если он будет хороший, да. Вы в отношениях? Нет. Да, мы расстались. Какие качества тебе важны в мужчине? Стабильность. Уверенность. Чтобы он умным был очень. Потом... Чтобы он мог брать на себя ответственность, не боялся ее. Заботливый. Заботливый. С одноклассницами? Нет, не общаюсь. На горячь у детей? Нет, не сижу. Заботливый парень? Да. Я... Писал вам вымцать буду. Ты не видишь, когда он сидит в стриме? Кого? Кем работаете? Секрет. Ну, я много где работаю. Конечно, сыграет главную роль. Второстепенную. Лаура Месье Пудра. Очень красиво. Спасибо. Очень красивый голос. Спасибо. Слышала песню Мадлен? Нет. 18 мне в метро вас видела. Я никогда не была в метро. Дерек, не отвечаешь. Тебе забыла в истории. Тоже ответа не было. А что вы закидывали? Я не видела просто. Я редко читаю Дерек. Пойдешь на Макана. Это разве не старое было объявление? У нас что, Макан будет выступать? Для Беккина у меня Лаура Месье Пудра сейчас покажу. Вот. Машину папа подарил? Да, мне подарили мама с папой машину. Свой канал в Ютубе нет. Твою фотку закидывал. Как вы снимаете видео вне дома в новый ТикТок? В смысле? Нет, не слышала. Взяли гэп. Да. Как относитесь? К Мари хорошо отношусь. Что делать, если стесняешься знакомиться с девушкой? Ну, это делает тогда за тебя кто-то другой. Делай либо сам, либо отдавай другим. Как с Мажан познакомились? С Мажан мы познакомились очень смешно. У нас, короче, был друг один. И он, получается, с Мажан уже дружил давно, а со мной только начал. Она начала к этому ревновать и говорить ему про меня гадости. Говорить всем про меня гадости. Потом в итоге мы друг друга ненавидели. У нас была еще компания, прям очень тесно связана. Мы практически в одной компании были. И на каком-то дне рождения мы с ней просто сидим, и мы начали обнимать друг друга и говорить, Жанну, Жанну, прости. А вот так мы и начали дружить. Какой тебе лет? 18. Так, замерзла на лошадях? Там холодно, что ли? Да, я очень замерзла. Я еще так легко оделась. Процедуры на брови не делала. Как давно? Ну, месяцев 9 или 8 назад. Гэп это академгод. Рост 72, вес 54. Как познакомились с Саймом? Она мне написала насчет коллаборации. Вот, все. Она предложила поснимать тиктоки. Самый долгий. Согласный, отпускай, если любишь. Нет, не согласна. Если любишь, делай до конца. Если не любишь, то отпускай. Не жизнري. Б electoral metabolic рам elevation, Браво. Браво. Продолжение следует...